здравствуйте меня зовут Юлия добро пожаловать на мой канал о вязании сегодняшнем видео я представляю вам мастер-класс по вязанию вот такой косы повязки на ветреннюю весеннюю или осеннюю погоду такая повязка связана у меня в 4 нити ангора 2 нитки 2 нитки дополнительные в видео вы увидите подробно описание с начала наборного ряда до сшивания в конце этой повязки покажу вам обратную сторону повязка вяжется легко достаточно просто понять один принцип связать в длину и закрыть как вам удобно вы можете выбрать вашу пряжу но я бы вам рекомендовала все же например ангуру или норку или что-то пушистое аналогично и если вы хотите добиться вот такого же внешнего вида то старайтесь попасть в мою плотность и примерно получится у вас так как у меня все давайте не оттягивая приступим к видео удачи и так набор инструментов и материалов которые нам понадобятся пряжа я вяжу в две нити вот такой дымчато серый и нежно-розовый буду смешивать в две нити плюс добавлю ниточку лана гроссы брелина эта нитка хлопок с люрексом вот так она выглядит шнурок приятная нить мягкая кстати даже здесь не хлопок а вискоза и металлизированная нить и также добавлю лана гросса диаманты это нитка с микро пайетками стопроцентный полистер здесь на небольшом расстоянии расположены такие миниатюрные пайетки очень красиво изящно украшают изделия потом нам понадобится вспомогательная нить для наборного края который мы сделаем потом открытый спицы у меня будет три с половиной дополнительная спица она может быть прямой может быть изогнутой как у меня важно чтобы размер дополнительно спицы был идентичный вместе с вашими спицами у меня на пол размера отличается в большую сторону если у вас нет близких к номеру спиц то лучше в большую сторону сделать у меня номер спиц три с половиной вспомогательная спица номер четыре и крючок крючок у меня три с половиной тоже берите такой не мелкий крупно крупного размера что касается пряжи я хочу становиться вот на выборе ангоры у меня это пряжа от фирмы родина спайки сделаны в италии и самое главное хочу отметить пропорцию грамм на метр 25 грамм 112 метров это достаточно толстая ангора поэтому если вы хотите попасть мою плотность то выбирайте вот такую толстенькую ангору например если ее сравнивать с ангора и реббит от вулси вот так у меня есть моточек то это пряжа вулси она в 25 граммах 160 метров здесь 112 вот так можно положить две ниточки и увидеть ну может быть на экране снились сильно заметно но вот эта пряжа она ощутимо толще поэтому если вы будете вязать например из реббит ангора в принципе она популярная доступная такая пряжа везде можно найти подобрать цвета то наверное лучше вязать ее тогда в 3 нити чтобы добиться похожей плотности любом случае вяжите обязательно образец у меня будет еще раз повторю 2 нити и вот эти две ниточки буду вязать в 4 нити да кстати общий вес моей ангоры здесь 35 грамм то есть здесь у меня примерно полтора мотка серая больше розовая меньше видно что это уже пряжа у меня была в проектов поэтому это остатки в итоге я вам расскажу хватило ее или нет если не хватит то мы немножко добавим той или иной пряжи ну что давайте приступим к вязанию моя коса будет состоять и 24 петли но чтобы соединить начало и конец косы невидимым швом трикотажным и для этого я сделаю наборный край сбросовой нити для этого я наберу воздушными петлями крючком воздушные петельки в количестве 30 петель 4 5 6 вяжем свободно 7 8 теперь я буду поднимать из этих звеньев петельки показываю откуда мы будем набирать петли вот у нас коса из воздушных петель у нее есть лицевая сторона где мы видим косичку и изнаночная сторона обратно где мы видим вот эти бороздки из косы вот этим вот отсюда мы будем поднимать петли ввиду того что меня не нужен небольшой дефицит ангоры я буду первую часть вязать просто серый буквально 2-3 ряда а потом уже присоединю розовую ангору и пайетки с блеском вот косички нам нужно обратно переворачиваем и вот из этих бороздок вводим сюда спицу поднимаем петельки и начинаем счет из этих бороздок слабую косу необходимо воздушных петель набирать чтобы было легко продевать здесь спицу и легко вытаскивать нить при выборе бросовой нити также остановите свое внимание вот на такой нитке примерно как у меня который не будет иметь дополнительных лишних ворсинок чтобы она не перемешалась с ниткой ангоры и вам было потом легко ее снять петли должны ходить по спице спокойно не туго и так до конца набираем на спицу я подняла 24 петли теперь провяжу пару рядов серой ниткой или даже вот один насколько мне хватит вот этого кончика если у вас нет дефицита пряжи как у меня то вы берете все свои ниточки и провязываете правильный состав смотрите мы в нашей косе будем вязать все петли лицевыми или все петли изнаночные что это значит у нас не будет кромочных петель значит первую петлю как обычно кромочную мы должны были бы снять мы не будем снимать мы сразу на спицы провяжем то есть как бы получится петля из петли мы провязали и только потом сняли все мы этот ряд зададим лицевым все петли провязываем лицевыми кстати если вы не хотите связываться с трикотажным швом и не хотите сшивать потом по открытым петлям вы можете просто набрать наборным каким-то рядом вашу косу и начинать вязание пропустив вот этот момент связание сбросовой нити кромочная лицевая и добавляю остальные нитки в работу все четыре нити меня в работе разворачиваю вязание и начинаю вязать с обратной стороны напомню что здесь нет кромочных то есть мы переводим петлю которым провязали лицевой вот ниточку переводим вот сюда перед спицей и провязываем петлю изнаночной петлей потому что мы сейчас перешли на изнаночную сторону работу все провязываем все петельки и сейчас мы вяжем третий ряд провяжем еще после этого с лицевой стороны и еще раз с изнаночной стороны изнаночная петля развернулись все продолжаем и так я провязала 4 ряда вот так выглядит смотрите у меня ширина вот этой полосы пока мы еще не поменяли местами ничего ориентировочно 13 сантиметров ну так вот если легонько расправить чтобы нить и натягивалась вязание и у нас это вязание сократится когда мы его стянем вот ориентируйтесь на мои пропорции сейчас начнем делать переплетение у нас на спицах 24 петли мы делим на 3 равные части как обычно касаясь 3 равных частей у меня будет по 8 петелек менять местами мы будем центральную часть петель всегда только она будет наклоняться либо направо либо налево каждый раз если мы вначале повернем ее направо то потом когда сейчас будем менять мы будем эту центральную часть поворачивать налево и так смотрим вяжем первые шестнадцать петель 24 петли первые два участка по 8 петель провязываем шестнадцать 1 2 15 16 проверим 2 4 6 8 маркерами здесь пользоваться неудобно поэтому не будем им пользоваться применять разворачиваемся и вяжем теперь 8 петель 1 8 не вяжем вяжем средний 8 петель как обычно каждую петлю провязываем я нахожусь с изнаночной стороны провязываю каждую петлю 3 4 5 6 7 8 разворачиваемся снова вяжем каждую я провязала 4 ряда лицевой изнаночный лицевой изнаночный теперь я беру вспомогательную нить вспомогательную спицу и провязываю на нее провязываю тем самым переснимаю все петли с основной спицы оставляю петли перед работой и я буду эти петли убирать накладывать направо поэтому с правой стороны с правой спицы петельки я переснимаю на левую спицу и петли и ниточка на дополнительные спицы все находится впереди и нитка и спицы теперь я с дополнительной спицы перенадеваю петельки на основную спицу правую и уберу сейчас доп спицу из работы нам нужно только для этого ряда все убрала перенадела вот такая у нас картина пока немного запутанная и мы сейчас продолжим вязание и вяжем ряд продолжаем уже не довязали ряд провязывая все петельки с левой спицы все как обычно довязываем 16 петель наклонилась у нас центральная часть направо пока не видно результат но он будет и теперь мы будем считать ряды я не использую счетчик рядов я почти всегда про него на забываю нажимать что-то я использую обычные тетради и ручки или карандаши и буду записывать ряды вяжем теперь изнаночный ряд я напишу отметку на листочке о том что я провязала ряд мне так проще то есть как через руку попадает в мозг провязали изнаночный ряд записываем пишу и изнаночный важно не писать количество рядов потому что провязав например ряд если вы что-то забудете вы смотрите на каком ряду вы сейчас находитесь и сколько вам рядов еще осталось провязать так вяжем лицевой я провязала 7 рядов по прямой вот так записывала свои ряды изнаночный лицевой изнаночный лицевой изнаночный изнаночный 7 рядов я нахожусь в начале вязания с лицевой стороны и здесь наглядно видно что центральная часть у меня на накладывалась направо теперь я буду центральную часть укладывать налево делают те же самые манипуляции что я делала в предыдущий раз я сейчас провяжу 16 петель своей косы 16 петель провязана разворачиваю вязание провязываю 8 петель 7 8 разворачиваюсь вновь провязываю туда и обратно 8 петель 4 ряда провязано берем дополнительную спицу провязываем петли 8 петель на дополнительную спицу оставляем наши петли на дополнительной спицей вместе с ниткой перед работой и переснимаем мы накладываем и будем налево поворачивать петельки и переснимаем с левой стороны петли на правую спицу то есть получается мы переснимаем вообще все петли убираем направо и теперь снимаем петельки с дополнительной спицы тоже на правую спицу вот так убираем дополнительную спицу все петли у нас на наших рабочих спицах то есть фактически мы закончили ряд теперь мы будем вязать вот это количество рядов точно также изнаночная лицевая 7 рядов то есть у нас здесь остались не провязанные петли в центральной части это нам не особо повлияет на внешний вид изделия потому что все петли будут чередоваться двигаться вправо и влево и все петли в итоге будут провязаны все ряд с изменениями у нас закончен теперь вяжем 7 рядов всех петель я провязала 7 рядов теперь и не пишу лицевая изнаночная просто ставлю вот такие точечки или вы ставьте галочки тем самым повторяем рядность еще хочу обратить ваше внимание когда вы будете провязывать например переснятые петли и или провязанные без разницы обязательно смотрите чтобы вы вязали нескрещенные петли отдельное внимание ваше на это обращу потому что провязывая скрещенную петлю ваша петелька будет выглядеть ну совсем иначе будет некрасиво сейчас я провяжу скрещенную петлю покажу то есть она будет накладываться вот таким крестиком 1 на другую и некоторые у вас будут выглядеть такими скрещенными а некоторые вот такими классическими открытыми и в целом изделие будет выглядеть очень неряшливо поэтому следите за перекрещиванием петель взять нужно не имеет значения как будет располагаться петля на спице всегда за правую стенку правая стенка это та стеночка петли нитка которой уходит к правой спицы вот таким образом и так я провязала 7 рядов мы наклонили центральные петли направо наклонили центральные петли налево провязали 7 рядов и теперь я снова буду наклонять центральные петли направо таким образом провязывая через каждые 7 рядов мы будем уходить центральным петлями направо и налево таким образом у нас будет выглядеть наш рапорт вязать я так буду 46 сантиметров общую длину и буду сшивать свои изделия вот здесь по наборному краю когда будем сшивать изделия там мы встретимся промежуточно покажу что у меня получится через некоторое расстояние и так коса вяжется вот так красиво укладываются лепестки и детали сейчас я померю сколько она шириной немного расправить ширина у косы получается 6 сантиметров то есть из вот такого прямого полотна который мы измерили начале получается 6 сантиметровая шириной косичка и исходя из этой пропорции можно понимать насколько нужно увеличить количество петель соответственно сантиметров в заготовке чтобы получить косу шире или поужину в принципе вот такая ширина она такая оптимальная для повязочки продолжаем работу связалась коса так они в кадр помещается еле-еле длина у нее 46 сантиметров для измерения смотрите здесь будет начале немножко трудно мерить потому что вот такой неровный край когда вы измеряете мерите где-то среднестатистически выбираем какую-то среднюю величину здесь и мерим до конца вот у меня 46 что касается ширины мерить и вот слегка-слегка расправив данным подкручивается но в целом она вот такой имеет форму наша косичка вот 6 сантиметров все убираю сантиметр вам понадобится еще одна спица так как у меня спицы круговые я буду использовать прямо эти с другой стороны и сейчас нам нужно снять вот эту бросовую нить бросовая нить снимается вот с той стороны где петельки округляться вот так смотрит сюда косички на звенье и вот здесь закругленная петелька вот отсюда она будет распускаться вот эта зеленая коса сейчас я надрежу чтобы было проще это делать беру спицу вот эта петелька уже пошла вдергиваем и сразу и подхватываем и вот этот кончик хвостик мы его тянем и петелька освобождает нашу петлю мне очень нравится этот способ набора с помощью крючка когда нам нужно освободить петли в конце очень легко и быстро я пересниму все петли на другие спицы чтобы мне было удобнее сшивать перенадену на деревянные спицы так как деревянных спиц петли тяжелее скользят на деревянных спицах и они мне не убегут при сшивании отрежем нитку необходимой длины передвигаем все наши петли в край там где начало ряда выровняли косу чтобы нас не перекрутилась восьмерка да вот у меня снизу выходит нитка первую петлю на другой спице я буду вводить как бы снизу вверх с изнанки на лицо теперь опускаемся вниз и вводим иглу с лица в изнанку первую петлю я сниму потому что она мне уже не нужно будет в сшивании следующую петлю ввожу с изнанки на лицо попарно сшиваются по две петли на каждой спице возвращаемся сюда с лица смотрите чтобы петли не были скрещены на изнанку с изнанки на лицо петли не должны быть скрещенными возвращаемся обратно с лица на изнанку снимаем с изнанки на лицо петля должна быть открыта и так далее мы сошьем до конца все вяжем до конца с лица на изнанку с изнанки на лицо еще можно так приговаривать ныряем выныриваем ныряем выныриваем все продолжаем я сшила трикотажным швом вот так получается совершенно невидимо и кстати благодаря этому теперь видно обратную сторону косы то есть не перепутаем перед и обратную сторону здесь несколько иное расстояние вертикальной аэропорта и коса здесь выглядит немного иначе соответственно мы не перепутаем всегда это будет под волосами на затылочной нижней части а впереди вот такая ровная косичка такая коса если мы сложим вдвое она будет 23 сантиметра ширина не будет 6 когда вы постираете всегда обязательно расправьте переплетение и она примет ту форму которую вы ей зададите во время стирки я желаю удачных вам проектов подписывайтесь на мой youtube канал также и мне есть канал на яндекс эфире везде выкладываю мастер-классы обзоры изделий пряжи характеристики как себя ведет нитка в той или иной вещи изделия я вижу вот такие плюс-минус классические лаконичные поэтому у кого вкус схож с моим добро пожалуйста мой канал пользуйтесь моими мастер-классами я желаю вам удачи до новых встреч пока